привет всем ребят вы на канале аналитика ошибок сегодня интереснейшая игра на фантомки на фул шмотках топ-6 ранг играет против миракла еще и посмотрите просто какая-то красивая фантомка вообще в целом у врагов ранги высокие пашечка просто прелесть я бы на такой тоже покатал не самый метовый герой сейчас на высоком рейтинге но при этом очень хороший на рангах там до до 6000 2 3 4 5 неважно вы на этом рейтинге себя очень комфортно чувствуете вот ну и давайте сразу же к игре сразу же к игре можете предположить что это за кстати говоря что это за игров топ-6 ранг выкинул дротик надо бы час фокус по рейнджу дать понял что пугно заберет поэтому дал просто много тычек марсу герой максимально простой много урона просто нужно понять когда и в кого прыгать когда вообще приходить тебе файта когда когда не приходить тебе файта вы в этом в принципе мы сегодня будем разбираться максимально агрессивно играет на первых парах понимаю то что враги в целом не сильный а у него очень сильный саппорт пугно дротик старается выкидывать как мы видим по герою которого кликает пугно ну либо по марсу если есть возможность пару тычек дать либо вот смотрите марс под крипом тоже выгодно в принципе кинуть дротик чтобы крип там чуть больше дэмэджа нанес и вот дальше ваш поинт на фантомке на герой на котором вы на втором левеле сильнее вам нужно понять если вы второй левел а поете быстрее а он а поет быстрее то можно нападать он еще вот подстапил себе килл на теники участка втором левеле они могут прыгать в теника так пугно час будет стоять рядышком пугно может пару тычек дать тенику и он на фантомке в целом уже должен пиликать на теника и на свой левел чтобы пугно была готова у пугно есть граната вот после рейнджа вот смотрите они не нападают он просто развернулся в обратную сторону хотя blast граната фантомка кидает дротика не прыгать и не умирает у тени пищу нет строго левела марс тоже первый левел то есть в этом моменте они могли спокойно нападать таких привет в принципе отступления в катке будут вот сейчас марс уже 2 лава лапы да уже будет посложнее но все равно теника можно под пробить его сейчас перекрыть на него как сумасшедший надо было так делать просто чуть пораньше по итогу они его не забирают до гранату не выкинул еще что-то все плохо делает на пугне ама гранаты просто добить бывает бывает я знаю этого игрока на пугне он вообще не сапплеер но тем менее тут 200 мог бы под ней сыграть на этой линии хорошо не получилось сделать килл но они очень сильно пробили давайте откроем крипстат почему-то натор сключен покрепаем все хорошо блайд стон сейчас есть принципе и подобивать крипов можно и под дротик да и пугно будет кликать хорошо что было сон донес вы либо на фантомки просто пт себе рашите либо берете карна копию если линия очень тяжелая и там в бф даже без ботинка можете выйти часами не агрессирует либо балансон если линия ультра фришная тут он прям чувствует так и вас хит а я отменил тычку и гранатка добила в этот раз блин важно забирать эти кило и потому что чем быстрее под этим тебя больше урона чувствует то что марса может под пробить заметил сперва согрел на себя крипов и поэтому вот раньше у него не умер красиво то есть перед тем как агрессировать он пошел тени резается выбил stick и не может сейчас присыпать надо быть осторожнее нормально успел подвыть и пару лишних шагово сделал но не критично с можно смогу марс марс плохо стоит пугно подошла сразу же пиликает нажимает дротик и прыгает копье такое себе далеко не откинул можно будет по-самки или забрать дротик хороший варт от пугны stick прыжок не успел прыгнуть у пугны и урона хватило только потому что блэдсона был под эффектом блэдсона идеально пугни урона хватило на лакан лак доносим себе соответственно либо ботинок либо рукавицу вот если линия фришная то блэдсона пт это прямо хороший билд курьера заранее после пт можете отводить в пт ну если линия прям очень тяжелая а очень тяжелая назвал бы камене допустим против кого-то вайпер от ускара вайпера тинни да ну то есть не вы не убиваете вам крипов особо фармить не дают постоянно разбивают то можно в карна копии по витюну как он делает выходить в battle fury без ботинка такое практикует и сатаник тоже допустим до 16-летний гений топ-1 ранг ну ладненько дальше фармите вот заметил он где-то минуту назад подвышкой кассел крипов вы на фотонке когда крипов подвышкой добиваете вам начали там без блэдсона без блэда не хватает урона кстати говоря можно прыгать потому что ладно решил аурного не пропускать марс потратил просто копье плохо и вот когда враг тратит топку вы можете нападать но он решил не пропускать крипов на чем я остановился когда подвышка крипов добивайте в начале допустим там на первом на втором левеле крипы зашли по тавр вы жмете райт-клик крипа и всегда готовы дротиком помочь себе то есть если вам урона не хватит вы просто дротиком компенсируете это у него был такой момент саурным крипом по-моему по таврам сбой стоном уже кессится и с бэндом легко то есть он прям заунил в урон немножко армора получил на фантомки кстати говоря вот на некоторых героях можно пт ботинок покупать вторым слотом да вот именно бутсу спит на фантомки такой необходимости есть дротиком добиваете тут кстати говоря марс очень плохо загулял на если что он на фантомки потратил блин это неудачный марш то выживет да просто идти не тоже ты нажал ну не знаю полезно ли вам это будет вы вроде как в комментах писали то что интересно пересматривать моменты но вот смотрите тут сто процентов он на марсе видит да и вот ты просто кинь кинь дротик он же прям под тобой стоит тебе нет смысла прыгать в него блин к ставь кустов он тебя откинет и вот тут он вышел бы из стана и прыгнул бы потому что range прыжка 1000 range кинжала очень маленький он по итогу щас кинжалом не дотянется блин комбо он дотянулся потому что тут 1000 range а кинжал еще и в перезарядке то есть нет не тратьте блинки если у врагов и что-то что вас откинет как-то вот как копьё марса ну в частности против марса я бы не тратил бы блинк вот так как бы сделал бы сейчас кел на марсе хорошо что мы дальше смотрим мы смотрим какой вообще керри да и нужно ли вам линию держать на фантомка я бы супер рано в лес не уходил потому что такой герой она не очень быстро лес фармит поэтому я бы держал линию при том что они еще и доминирует очень сильно то есть если ты сейчас будешь на фантомке стоять просто фармить пачку крипов и держать условно лейн то марс так и останется третьим уровнем плюс он будет подходить на экспу ты будешь его убивать будешь фри фармить он то есть тут нет смысла прям впушивать пачку и как-то сильно подкачивать как бы потому что врагов можно наказывать плюс твой герой лес быстро не бьет плюс он все еще пятый уровень кидает дротик тени подошел он сразу же срифанулся немножко сейчас они ждут на миникарту смотрим пугну которая подбегает и вот будут нападать есть дротик в этот раз я думаю блин тратить не будет ну правильно конечно не будет на ошибках мы учимся вот теперь можно потратить когда дистанция порвана и делают киум эмбер получает это самый kill там еще зевс бежал давайте оценим игру вообще как это фантомки эта игра в команде есть минимальный сейф много мэджика есть время чтобы покачаться потому что герои активные у врагов тоже много урона магического луна которая хорошо играет фантомку целом до бкб тяжеловато после бкб тут спокойно заходишь убиваешь всех можно через аганим сыграть попробовать без бкбшки не помню покупал он или нет но в принципе не важно то есть тут просто нужно качаться потом ты всех убьешь шаду демона в блюре найдешь окей марс потратил копье это значит то что можно сейчас немножко поагрессировать пугна запулило сразу же бежит увидел теника если бы не тени они вопрос час марса убили потоку решил под пробить тени и заметьте он опять за собой забрал пачку крипов блю у него имеется зря он подходит этот эту тачку скрита дать на самом деле из за того что подошел . скрита лупануть по тенику что бессмысленно в целом было он из этого скорее всего умер мог выжить или нет непонятно но короче такими это просто убегаете на плюс в ну что ж пока мертвый прием с на небольшую рекламную паузу и через минутку будем кажется что все сезонные и венты подошли концу однако боевой пропуск на эпик лук пока еще в самом разгаре и прямо сейчас по ссылке в закрепе его можно получить бесплатно а не за 300 рублей выполни 15 простеньких квестов и получи случайную аркану а за полное прохождение всех 60 заданий дк хук плечи на эсэфа или аркану на вк ну и не стоит забывать про катакомбы тут нужно довести кунку до сокровищ и забирать бесплатные предметы на все про все дают 4 хп но все сделанные шаги сохраняются из-за них можно открывать мега сундуки с реально крутыми шмотками ссылочку на все эти ништяки я оставил закрепленном комментарии к ролику там же лежит и промо код на 15 процентов и бонусный пузырёк с хп-шкой в трэжер хантер ну чтож возвращаемся к точку давайте его смерть немножко промотаем он ты пошел тут получается мини файт произошел эмбрасти ником подрался хорошо эмбра сделал несколько киллов потыкает немножко зевса там еще бы трайдер идет просто умер с базы прилетел попробовал сделать килл не получилось вот теперь вам уже нужно понимать все как-то поздновато пытаться линии задомировать да у марса все плохо но вам нужно играть на свой кач вы керри все-таки вы не хотите там сильно кого-то задушить вы хотите иметь свой над ворс блин кути так агрессивно хорошо что тени там на мини-мапе было видно то что тэпнулся на портал но он этого не видел но все же пробивает марса у марса очень хорошая нейтралка она сейчас ерундой не страдать ерундой не страдать и не заруинить себе над ворс потому что если он сейчас умрет без телепорта это будет тот тотальный руин забрал лотус и надо просто качаться подвел курьера заранее чтобы кронокопию забрать много стаков отлично так пока у меня ребят сорян вот ну не обращайте внимание все фармим просто потом подходим вот в этот в эту точку отсюда прыгаем чтобы время не тратить и просто качаемся теперь вам нужно как можно больше над ворсу набирать чё там у мир около меры кла 5000 мир около на тотальнейшем free фарме но тимбера тоже все хорошо с таки под формил можно ли не вернулся я кстати не сторонник того чтобы на фантомке покупать много промежуточных артефактов почему потому что как можно хочется быстрее боев купить если вы купили себе там какой-то блэйд стон то задумайтесь в том чтобы брать и в рейс бэн ты грейженый стик это это всегда дорого и бэф может очень сильно отложиться есть смысл покупать кучу предметов дешевых если ты прям доминируешь свою линию то есть тайминг бэфа не будет нарушен кинул копье добрал крипа и просто уже можно прыгать на кэм и много стараться фармить какая-то агрессия врагов он параллельно мониторит решил в блюре пойти но нет блин кстати тоже на линии используйте против рейдж героев особенно хорошо они вас не тыкают им нужно в пачку крипов заходить будут у марса арена узи в соульт тоже в голове обязательно держит он момент и просто подкачивается выкидывает дротик чтобы марсу было менее комфортно муваться марс из очень агрессивно набегал но пока здесь со видно он в целом достаточно безопасно себя чувствует на пашке у деса потрачен замечательно утра и drop еще против зевса хорошее приобретение и против марса если он копье максит подстакал себе чтобы тут по фармить с надо нейтралку выбить на самом деле у него очень долго нейтралки нет именно поэтому в седьмой минуте хочется подпушить линию еще и лес побить чтобы нейтралка уже была какая-то на урон на хапориген и пока линия не вернулась качает кэмп что демон под мидом он просто фармит много дротиком одного крипа забрать не подставляется и прыгнет могли наказать на самом деле и как набегал агрессивно но все fine марс фармит тут очень любит эти дротики выкидывать вообще не упускает возможности киданой дротик в вражеского героя ну и дальше возвращаемся к фарму дропнул ветку прорубил дал себе vision тут под фармит крипы почему-то не агрятся есть информация почему непонятно окей целом бф пока что по нормальному таймингу будет еще малыха бегает золото дает теника видно ну все агрессия на его линии закончилась марс тп шнул и в целом вы на керри можете законнектиться в топ-файт если он будет близко под вашим тавром либо в гейт можно зайти иногда но порой лучше ничего не форсить и просто качаться то есть вы смотрите если на халяву можно прилететь помочь команде то вы это делаете он почему-то боится там принципе все герои в топе тут одна луна а он боялся лунной теника да и не показывался судя по всему на карте поэтому он поаккуратничал ну и убегаем снова на маленькие компы смотрим параллельно чтобы стопа героев гейт не зашли наказали вас тут а тени не обошел снова лейн линейных крипов пропускать не стоит но в принципе успевает и про фармить вот раз все он горьким опытом научен то что без ласхита по герою и жизни такая сладкая тест мы просто забрал у вас хит тут уже просто впушивает пачечку потому что герой в основном играют под мид потоп вот ему тут пугна крипов немножко подбила этого дротиком сюда перепрыгнул и там fight начинается сразу же нажимает блюр и смотрит одним глазком самом деле он даже просто бежит в этот fight он кинул дротик именно взявца чтобы замедлить сашу демона и так убил на зевс вы упрыгнул халяву утонули вернулись качу бф на 14 минуте ничего свересесного просто много покидал дротиков и делает телепорт стоп насколько это эффективный телепорт пока что не особо понятно целом тимбер мог бы топ забирать ну ладно оставили ему линию на фотонке с бфм конечно нужно чтоб сместиться потому что инши может быть даже товар открыть руна xp валяется кстати говоря тоже важно на 14 минуте все бф прилетел теперь надо просто телепорт халдить на fight и много-много качаться если откроет топ товар то фарма будет больше и он будет безопаснее поэтому наверное он и перетянулся чтобы просто вышку открыть у тимбер и так здоровый поэтому не страшно что тимбер чуть-чуть потерял видит марса марс играет не агрессивно значит под марсом тиммейтов нет но он все равно жмёт блюр потому что снизу могут выбежать герои забирает простуд крипов и если бы он допустим не мог будет дальше толкать линию и либо оставил бы ее тимберу полегу тимбер очень много бегает на месте он мог пойти в тройку и попробовать себе стакнуть тоже как вариант сейчас тайминг идти на тройку не очень хороший ты и про фармишь и куда-то бежать надо поэтому если дают фармить вот так вот агрессивно ты можешь это делать потом вернешься просто на тройку под ну через 30 секунд либо т.п. вообще добивает кинжалом тройку еще могут стакнуть в целом какие-то саппорты поэтому даже под время стака можно туда не идти а то продолжать фармить ну плюс ты вот тебе важно пушить линию чтобы в топе какой-то герой показывал смотрит параллельно что там файте файта нет извиняюсь и вот хорошо было бы если сейчас иншей кто-то стакнул но нет герои заняты в итоге просто проставил у тенжин до которых никто не фармит они очень очень не очень поделились по карте как очень разрозненно бегают их просто за это наказывает мне кажется они должны играть мид топ пукна в боте почему-то короче все очень не сгруппировано так скажем это нехорошо все сруливает отсюда тут вард стоит у врагов скорее всего нормально на блюре вышел попиликов сразу же до что вард иначе бы враги так не бежали окей растопнику не фармил он закачал все и сейчас пойдет соответственно на тройку или тоже забирает и вырвался на вторую строчку форсу приятно смотреть вот за кем-то потом не фарма на керри как можно как лучше все очень всегда неоднозначно опять же халявный килл он коннектится с пачка по линии идет он решил ее почему-то не забирать видимо тимберу оставил может просто упустил ну и дальше выстраиваете свою траекторию качи в топе ему сейчас не очень комфортно находиться он про фармит пачку идет на тройку потому что следующую пачку скорее всего его тиммейт из выставают ну то есть вот они вот она пачка ему невыгодно туда бежать потому что он 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 сейчас обязан пойти на тройку потому что там просто крипы простаивают тут еще и стак отлично этого заберет меньше еще в целом если у вас все очень хорошо вы можете быстро дизоль покупать если вы понимаете то вообще мне почти всегда дизоль больше нравится сейчас можно и бкб брать если игра прям невыносимая без бытовая но в целом его не трогают с другой стороны с луной они могут начать давить мне кажется что него будет время я бы тоже в это году золь покупал бы идеальный тайминг он получается про фармит щас левых иншей и они снова появятся старта не получится на скорости фармить успеет крит 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 бы прокнул бы появились бы новые начнуты вот то есть потом фарма был такой что он ушел в топ и до тех пор пока ему давали в топе существовать он пушил линию пачал все компы рядом на фантомке можно кстати говорят он донесли себе какой-то предмет курьером подсветили к и просто прыгаете через вижу от курьера по компу когда скоро обратно летит так можно ускорить свой фарм чуть-чуть до золь готов марса видно в миде хороший вард стоит пук натолкнула топ и он пока тут подкачается потому что больше не быть темой ты под ним поэтому тут безопасно относительно безопасно но врагов не видно вот сейчас враги могли нажать смог показался на миникарте на кире вы очень много смотрите на миникарту прям нормально тени убили в принципе неплохой мув пойти рошана если тимир потанчит потому что они все стакнулись в топе у них есть дэмэдж за счет дозоля порошана под мидом эмбер подставился в целом эмбер мог отпушивать мид его тип 0 но там контроля врагов немного в целом и если бы он сделал бы чуть аккуратнее это был бы правильный мув он отпущал бы мид они толкнули топ в боте играть пока что в паблу и не забрали брошана целом все было бы просто идя другом про погиб и в боте драку прям сейчас принять будет сложновато поэтому нужно тембре и потом уже от этого отталкиваться с надо фиксит линии не забывайте даже сегисом вас спокойно могут убить дважды вот полетел сразу же фиксить линию он как герой сегисом в целом умрет ему могут помочь потенциально но пошел на иншей потому что пачки на миде нет в бот опасненько опасненько не хотят себе игру и не подражески вижу найти тяжело поэтому играют две линии в целом в доте почти всегда играют два лайна после 15 минуты аркейн законтролить номер далеко поэтому он просто заберет себе аркейн и вот аегис это не гарантия того что вы должны бежать героев вы должны еще фармить не забывайте об этом патрайдер видимо попросил на blink там или на что-то такого марса бы наказывать конечно но под ним героя под ним героя плюс его тимой ты пушат топ да поэтому никуда не торопимся неудачно марс прыгнул под аркейном сигаря можно заспамить дротиком хороший тос от тени бетра дар напрыгивает и они никого не находят это бы завязывается fight но враги в пятером поставили хорошую арену он на фантомке как видите даже не прыгает просто откинул дротик как говорилось аегис не гарантия того что вы там супер сильные враги в пятером нет смысла в них бежать просто качаетесь они в пятером в своей позиции будь там бака башка у него на фантомке на этой стадии уж да они пошли бы конечно он порезал бы саппортов просто в блюре но в этой ситуации это невозможно плюс там огромнейшая луна 15000 на творца потом видит аккуратненько загулявшего шару демона на варде марс показывается в топе и хочет него быстренько съесть главное чтобы глазик был не захвачен потому что от красные глаза на полу которые стоят вы потеряете блюр то есть блюр просто спадает фармит то что дают в целом геймплей достаточно приятный да ты не перегонишь луну по над ворсу но если ты хотя бы приближен к ней в целом ее можешь фармить забирают терзателя на по надо быть поосторожнее с терзателем вдвоем с пашкой вы не заберете на починение каком героя потому что хп она очень много может потерять не всегда стоит того поэтому три героя четыре героя с кайфом возвращается на эншентов не забывайте то что на эншин то фармящим героя вы на 14 минуте можете в теории на 1350 там если у вас есть бф полететь на вот вот сюда на вышку стакнуть себе иншей забрать руну xp про фармить стак про фармить вот это все и отпушить топ это тоже очень много фарма для вас на двадцать первой минуте то же самое вы хотите оказаться патру на экспы потому что вы так много фармить а у вас там левел будет просто космически из-за этого если вы 2 руна опыта заберете и стаки иншей который сами себе тоже под сделали или саппорта просите который там забирает трудных спыстакнуть иншей если вы на луне нас войне на фантом кино надо флорке бкб главное сейчас не торопиться о бездарнейшим образом они ну две иллюзии бежит ночью тут нет настоящего как-то запаниковали но просканили какого-то героя под топом он ушел глубоко влево скорее всего забили на этого героя бэтрайдера просто прибили и файта уже не будет очень плохо прыгать нельзя было так делать но что такое блин ничем торопиться великой на луну то что можно не убить подумал то что хватит дэмэджа может быть сейчас они ее убьют но все очень рискованно самом деле он сможет умереть надо выпрыгивать надо выпрыгивать надо выпрыгивать нет надо прыгать на них он говорит что-то как-то одну так себе это того если что не стоит драться с аегисом тибер допилил молодец но именно не стоит для фантомки тебе 6 5 стак поймать будет больно ну не так уж и больно смотрит за файтом параллельно рейндроп еще мог переложить в теории короче очень какой-то рандомный файл очень рандомный файл он прыгнул в луну у которой скорее всего есть шард шард ханда уже нифига билдак я бы на его месте наверное не прыгал бы в луну либо прыгал бы под фокуса тиммейтов тут драйдер забрал бы забрал килл после того как он соегиса встал он точно должен был выходить ну когда прямо вообще на смелости на смелости пошел дальше за ивцом просто с 2000 умер за 2 сплав ну кей-окей подумал может быть что у полу не два раза крита нет она умрет но там шардик свою задачу выполнил плюс он прыгнул так что тиммейты не могли как будто прыгнуть бкб есть в целом они готовы подраться у битрайдера лосо еще нет вот так вот можно юзать блинк на крипов и кинуть дротик на замедление потому что очень маленькая перезарядка и два крита просто ему сверху хорошо луна показалась будете остальные герои были мертвы и поэтому марс тут явно ошибался и просто убили дальше под вардом побежал фармить не топ топ тоже закачает пока герои мертвые бкб есть у него если что поэтому в целом все хорошо шарник принес себе шар прикольный против силовиков против на самом деле против всех героев шарт хорош я бы шар всегда покупал бы тоже примерно вот этим словом может быть иногда после башера много дамы же добавляет 17 процентов чистого урона по тиннику которая армирована либо фу марса чтобы мы еще пассивку отрубить шарли крайне прикольный забирает крипов и вот тут уже немножко надо быть поосторожнее кейлу на зевс показались запушить пачку можно зевс под видом луна под ботом теник тоже под видом на тренировках говорил не к некоторым людям которые играют на кере вам не нужно смотреть на крипов чтобы как бы фармить их вы на фотомке блинка нажали нажали атаку там на следующий кэм смотрите что на карте происходит чтобы понимать как игра вообще строится здесь он но потенциально он мог прыгнуть пока башка но он далековато был великой на луну то что луна загуляла но надо зареганиться плюс шедеря сается волокс не очень так агрессивно бегает лассо было бы убили бы вот оба к этой хрени если подошел бы поближе он бы скинулся на блюр там где-то радиус сколько 400 500 500 прям на грани бегал blink потратил тут марс великое на марсе то что он может его просто стереть и стирает за шар 2 крита добивает вышку не торопится в этот раз выкинул гротик не торопится видите в этот раз он не торопится в отличие от предыдущего файта потому что егиса нет жмёт бкб и понимала оказалось шарли ком добивает отлично главное не торопиться на керри вы вы успеете свой дэм и ждать добывать такие случаи когда нужно там условного вода берстануть подстанут но в целом вы смотрите 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 fight не прыгайте самым первым у луны там еще просто станет нам поэтому он ждал пока ее просадят прям хорошо потом кликнул на сад кгд и выиграл fight захватили они какое-то преимущество в целом можно немножко подкушить вот уже уже надо понимать то что вы мы выходим потому что тени резать хотя бы к бы нет враги под респаун теника могли бы нападать уже потихоньку огонь купил преимущества гонима то что хп много у вас то что вы постоянно бегаете в блюре он нажимается моментально когда вы убиваете героями на вы добиваете героя то все скиллы к дэшится но откат происходит да то есть убили саппорта тут же можете перепрыгнуть нажать блюр нажать второй шарт то есть все четыре активные кнопки они сбрасывают свою перезарядку в этом прелесть огонь и мы особенно если врагов там два худых саппорта вы можете одного чикнуть тут же блюр нажать после кила перепрыгнуть на другого и кстати говоря блюр применяет развеивание на вас то есть если вы играете против трэнта какого-то каких-то там героев против весела против инвокера с пол снайпом прикольно плюс таргетные станы можно доджить нам в блюре плюс если у врагов doom бэтрайдер который вас ищет когда вас кнопку нажать аганим в этом плане хорош я раньше недооценивал аганим но последние года полтора я понял что это просто но очень-очень сильный предмет зевс вас не светит файта в итоге марсу сложно прыгнуть что демону вы вы обходите всегда влюрище саппортов это просто имбовая шмот линии более-менее безопасно пушите в одном из патчей же еще аганим на фантом кипа неону понерфили потому что он был абсолютно broken то есть там когда было меньше радиус ревила был больше так нападение на него откинул дротик вышел сразу ждет 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 чин скиллы потрачены прыгнул в тинника выкинул дротик килл не получил поэтому скиллы не обновились луна с сатаником вроде как все еще вот тут поторопился она не потратила сатаник и тяжеловато у фантом ки вот сейчас аганим сработал тут же убил героя разревелился в блюре нажал новый блюд выкинул дротик просто ждем просто ждем ждем шеду демона ждем других героев вот шеду демон все схавали шеду демон не повезло выкинул дротик на с можно прыгать супер сделки шар блин все все кнопки снова нажали откатились снова нажали вот вот геймплей фантом ки с аганимом у него еще предмет идеальный вы на самом деле крипочек если по вам фокус дадут испарили кто это вот у вас есть где говоря ластила нет на блинке раньше был лайстил еще вот как подрезали это супер и и в талант не дали лайк стил что тоже руль поэтому паладин сорт хороший это шмот хорошая на дэмэдж минус армор хороший шанс депрессы дал так нормально а где мог дротик кинуть и добить его линки не было рашану прошел просто пошел гулять то есть вы поняли какой ваш геймплей вы далеко не всегда начинаете первым а если уж быть точнее то вы не начинаете первым только если это какой-то саппорт вы начинаете скоро прыгать какого-то взяса с кейпом под стан потому что фантом если прыгать скоро она как правило жмет бкб вот и и чел есть на себя выпрыгнет вы нажали уже бкб ну дати вы не догоните его поэтому кора фокусе там под какой-то контроль саппорта можно резонуть и так на скорости здесь все с без манты он с аегисом там шаду демон показался чуть ниже вот он шаду демон собственно прыгнул на блинке и глимер у него и когда догоняете героя к рейндж рейндж у фантом страйка всегда больше потому что лант на пятнадцатом уровне то есть прыгайте в героя если он прям убегает от вас на блинке не старайтесь дротик кинуть на стороне джи больше хорошо взяли аегис он сразу поставил себе рапиру потому что он хочет прям шотать героев интересно то что он возьмет под 25 уровень я думаю кинжал возьмет по трем целям раз прям хочет рапиру под агоним кинжал будет обновляться эти три дротика будут лететь по всем в обычной игре без агонима допустим я бы рейтил бы правый талант потому что шанс крита ты хочешь одну цель быстро заберстись да и с агонимом правый тоже хорош но три кинжала с рапирой уж точно стоит брать три кинжала потому что по всем дротики летят шанс крита очень большой кси горячий шанс крита фантом кипа днерф или все прям в одном из патчей очень сильно зафиксили 2 подрезали ульту подрезали агоним а почему урон от максимального здоровья 28 процентов непонятно ладно раньше просто было 17 я в лобби зайду по то еще он это это странно всю жизнь было 17 процентов на шарле и 28 процентов это что вообще за скилл чистый урон 30 процентов не это какой-то скам тут обманывают вас кстати говоря заметьте уровень 20 талант он взял себе урон от атаки у кинжала 100 процентный просто потому что у него в планах было рапиру купить как-то на самом деле в средней игре в любой игре лучше левый кроме там игры с рапирами если я 25 скоро два таланта просто на дротик возьмет и будет с рапирой что-то по драпиру проще говоря с дистанцией будет закидывать эти дротики вот тут сыгра можете заходить на хэграунд не ревелиться если вышки нет забрал нажал блюр выпрыгнул но бкб потратил на самом деле надо быть осторожнее потому что байбек да аегис но будь аккуратнее талант на кинжалы появился чипы с ним он конечно прыгнул снова дротики полетели на дротик с критом он сейчас зарядится да вот зарядился вот этот дротик будет скритом уже вам просто на 3 300 под этой нейтралкой который 12 процентов урона тебе добавляет подошел близко к бараку разревелился бить он не хочет потому что боится вид на луну почему-то потому что поняли дальше было сами ли мне можно прыгать у нее просто скрита убьет рапира падая из это жестко то есть вам даже не обязательно как вы видите там супер сильно коннектится вы можете сдалека просто тротики в блюре закидывать не кайфовать немножко подвышал тимбер может впереди стоять приятно с тимбером играть франклей нет хочет брошку чтобы этот крит еще был магическим это будет сильно и еще представьте фантом каст и 1000 магического урона с руки просто без крита или 3000 магического дэмэджа залетит это же вообще с ума сойти на брошка прикольная нынче можешь включать выключать когда хочешь аккуратничает аккуратничает потому что понимает то что убить его проще некуда закидывать игру не хочется умери скрита зим самым шаг прыгнул кинул снова дротик сам старается слишком агрессивно не идти привезли при спрятали тени успел выдрыгнуть сажал бкб но не убил все надо сруливать блин надо бежать на самом деле опасно очень луна уже резается только не прыгай а егид 6 секунд только не прыгай просто вообще без без бкб было егид заканчивался очень опасно рандомно подстанет тяжело вот эти теника можно убивать теника очень важно сеткил получать что бога на обновил тебе скиллы по 4 пира себе вы кинем дротик подождет блюр сейчас да да даже самый лоу скилл лайтухи если аккуратничать с рапирами он можете убить сколько бы у тебя шмоток не было вот на пашки конечно это сейчас жесткий предмет просто почти готова по тэшку сразу скипнул дофармил рапирос сейчас будет заканчивать игру miracle ты не miracle это неважно да если в тему чаще скрит просто нам на по 4 сколько 4 200 наверно с дротика под этой нейтралкой с ума сойти но он же просто ваншот несколько это 3000 хп луна други просто не не могут они ничего не могут у них станов моментальных нет против по чтобы прыгнуть а на бкб не нажала он всегда в блюре находится 4 сколько 4 900 или мне показалось сейчас за чекаем дэмидж они просто боятся подходить понимаю насколько много урона цена ошибки конечно велика потерять за раз 12000 форса и отдать его врагу хочется побольше такого в доте знаете рисков каких-то лишь некоторые игроки там решат себе в равной игре или в игре где доминирует купить рапиру все больше где будем показ на гирокоптере и паркер покупали рапиру просто эгисом шли заканчивать игру марс попробовал очень плохо прыгнул убейте его выпрыгнуть успел тени где где-то тени почему не прыгнул по пенис бкб не успевал мне кажется надо было сейчас блин просто он нападал шанс прыгнул за бкб не убил и не смог выпрыгнуть вот очень важно на пашке прыгнуть убить чтоб ты смог тут же развернуться и выбрать еще под осадками бкб везут луну он с ней не хочет драться луна станет нажала можно убить ее но посмотрите как больно вот хорошо хорошо вот он flex рапиросный прыг скок и все умирают сыры мы считали хорошего хочется брошку потестировать давайте посмотрим после игровую статистику да он не купил как бы рапиру до егиса да не доминировали там тысяч семь десять но тем не менее рапира появилась потом еще вторую купил мы закрепил с ней преимущество шли ровно до 25 минуты примерно забрали аегис выиграли игру по поводу фантомки собственно где она не личность эти на пашке тоже очень нравится хорошая личность хотел я потестить работает ли на кинжал брошка берем создаем врага даем ему кучу броней тридцатый уровень и много хп он 2 500 до потом кидаем ну ладно же 30 левел те же таланты возьмем как он кстати говоря если вы чувствуете что вы будете брать таланты на дротик в игре то можно на десятом еще взять себе перезарядку даггера они phantom strike на phantom strike больше кача дает начале то есть мы выкидываем дротик урона почти нет выкидываем дротик под под брошкой и он работает капец то есть вы представляете что ты можешь залить 55 тысяч чистого урона вот и хп хп до зла вот у него армор 6 78 процентов он блокирует физы до него доходит только до 20 процентов урона а при этом магическое сопротивление 37 процентов то есть до него доходит 63 процента магического урона то есть по сути в два раза профит не нажму с брошкой по урону будет по до злу нежели соответственно без нее и просто с лотом на урон хочу крит сейчас посмотреть с брошкой бам 2 800 и ты почти фул хп героя убиваешь цена крит без брошки сейчас мы ладно у него просто армора много если армора вот керри примерно так армора имеет ну то есть посмотрите просто два раза меньше дэмэджа пол герою с 30 40 единицами брони кого-нибудь террор блэйда ногу представляете крит в 5000 ну-ка я уж интересно стало поковыряться немножко чек лет и raw нога и нами от hero айлана пофиг то есть и чела там бабочка дисперсер тараска с ним берут но все же 30 уровень 40 брони что он еще покупает ну не знаю пока бы не берут но все же он очень плотная мы фантомка у нас золь бф такой примерно у него билд был да еще яган съеденный единственно что брошку он хотел докупить но не купил вот крит зарядился бляха-муха это надо зло брать подальше вам просто но это жестко это жестко это жестко соответственно крит без без брошки просто в три раза меньше урона а так мы ее ваншот 0 с включенной брошкой но из минусов у вас урон сплетится то есть когда вас три кинжала когда вас три кинжала непонятно в какую цель полетит на если он один просто бам и убили герой 40 брони и фу слотовый я даже не знаю что купить в бкб не работает но это пофиг капец красиво кстати говоря включенная брошка смотрится на личности посмотрите руки подсвечиваются красота ладненько если ролик был хоть немножко полезен плюс интересен ребят пишите комментарии предлагайте какие-то своих героев плюс свои интересные билды что можно еще на такой фондомки докупать ну ханду наверное да кто-то сразу скажет ну-ка с хандой я даже не на сколько мне хп нужно дать наги давайте еще одну тараску давайте еще одну тараску армор ну да на все рот какие-то слоты будет иметь то есть 5000 хп это прям максимальное количество хп которое герой только может развить без крита мы уже убиваем пол хп герою его ваншот на нас дай крит капец геморрой на тестировать с этим талантом ну я его точно ваншот на вообще без шансов потому что я ему наношу без ханды примерно пол хп с нашу аскандой сто процентов добиваю вот без ханды он скорее всего выживет да аскандой там дэмэдж с ума сойти еще еще 1500 где-то магического дэмэджа окей давайте мы раз армор не важен то мы скипнем шмотки на броню ну допустим вот 7800 хп таких героев как бы не существует в катках зарядим крит сканды гривенал мы через ханды критуем да хватит вот она вам просто 1700 хп осталось то есть мы сбили 6000 хп ну да как говорилось ханда просто касает добавляет а может профит не тогда еще одну рапиру купить надо если вдруг игра зашла очень далеко ну то же самое да вы увидели по урону но при этом ханда это менее рискованно плюс замедляет еще плюс кд 6 секунд под ротик на как будто можно просто ханду брать дэмэдж будет такой же вам ну ладно чуть поменьше в общем то ребят спасибо что смотрели этот ролик всем пока было интересно в конце поколикать посмотреть чё к чему подписывайтесь и до следующего выпуска